Я всех приветствую на своём канале Нифам и Тюньфам, и с вами Лена. В этом видео я вам расскажу, на самом деле, новости в моей жизни. Это будет видео болтологического такого уровня. Я таких практически не делала, или вообще, если это первое, поэтому это может такой мишмаш получиться. Я без понятия вообще, как это всё получится, но, во всяком случае, кому интересно новости в моей жизни, то прошу и миловать оставаться со мной. По новости, да, хочу сразу же извиниться и поздравить, наконец-то, вас всех с опозданием с 8 марта. Желаю всем большого женского счастья, чтобы вы были всегда счастливы, любимы, красивы. И это просто прекраснейший праздник. Мой муж мне просто подарил шикарнейший букет, видите. Он меня очень сильно балует. И если уже не говорить о том, что у меня уже давно-давно тоже стоит вот такой вот прекрасный букет тюльпанов, подаренный тоже мужем. В общем-то, да, меня муж балует. И по немецким меркам, потому что здесь мужчины редко вообще когда-либо дарят цветы, то мой муж мне дарит часто, к счастью. Что ж, да, буду появляться я, наверное, реже. Я не знаю вообще, как я все это буду организовывать. У меня новость. Я вышла на новую работу. Новое вообще все. И если честно, у меня очень-очень плотный график. Я даже не знаю, как я буду снимать, что я буду делать. Но я вам обещаю, что я буду просто стараться максимум всего делать, чтобы вы даже не заметили, может. Или, может, если хотя бы раз в неделю, но точно постараюсь все выставить. Да, новая работа, новое бюро. Все новое. Я получила просто огромнейший проект в руки. И хочу, конечно же, его сделать хорошо. Если не считать того, что проект для меня, это, наверное, область, в которой я еще никогда не работала и ничего подобного не делала. То есть я, можно сказать, оказалась прям не кинули в холодную воду. И мне теперь надо быстро того, что я не знаю, выучить, как-то сориентироваться и сделать это на отлично. Этим я сейчас и занимаюсь. И хочу сказать, что работа у меня занимает просто большую часть моего времени. Я просто работаю, прихожу с работой, ужинаю, дальше работаю. Как-то между этим пытаюсь совместить еще, не забывать сходить на спорт. У меня еще курсы итальянского. И еще и домашнее задание надо когда-то делать. Огромное спасибо, конечно, мужу, который меня поддерживает и мне помогает. Там по работе еще дают советы и подумают. То есть ему надо памятник поставить, это точно. Да. Так что кто, может, многие слышали о том, что я как-то хотела уйти из дизайна. Нет, я также осталась графиком-дизайнером. Ну и на будущее пока что им и останусь пока в этой области и буду работать. Я не знаю, как на будущее. У меня очень много что в голове. Получать второе образование или нет, которое бы дополнило мое первое образование. В общем-то не знаю. Пока что я график-дизайнер, как и была, просто уже в другом агентстве. Все у меня новое и будем стараться. В этом видео я также кое-что выложу. Наверное, то, что я снимала телефоном какую-то свою прогулку. Качество может быть не самым шикарнейшим, но такой вот видеовлог, чтобы хотя бы что-нибудь вам выложить. Что ж, как видите, это рельсы. Да, я жду своего трамвая, чтобы поехать на работу. К счастью, живу я совсем рядом с работой. Это просто шикарно. Мне надо буквально вот 10, максимум 15 минут, чтобы доехать до работы. По пути, возвращаясь с работы, решила взять вас на совсем коротенькую такую прогулку. И показать такое вот место, видите, здесь вот такие вот фонтанчики и некий мост. А на мосту такое вот сооружение. Это скульптура современного искусства от испанского скульптора Альфара Андрео. И была выполнена она в 86-м году. Называется она «Мир в плане планета». Очень интересная скульптура. Мне она очень нравится. И каждый раз вот останавливаясь перед ней. Особенно красиво, когда светит солнце. И через вот эти вот стальные решетки проходит вот некий свет, свет и тень. Также хотелось показать вам именно стиль нашего города. Как видите, здесь соединены два архитектурных плана. И это небоскребы, и также старые здания. Мне нравится на самом деле такая вот смесь двух архитектурных миров, совершенно разных и контрастных. Что-то напоминает, наверное, из прошлого и в то же время оставляет нас в настоящем. Что ж, на этом было всё. И я постараюсь вам делать початки какие-нибудь такие коротенькие прогулочки. Что ж, большое вам спасибо за внимание. Пишите внизу ваши вопросы. Если что, я на все отвечу. И я говорю вам до следующих встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok